40 протоколов об административных правонарушениях. Таков итог профилактических рейдов сотрудников Госпошнадзора за первые дни майских праздников. В Курганской области сохраняется сложная пожарная обстановка. В условиях преимущественно сухой погоды и сильного ветра даже малейшее возгорание разрасталось до масштабов крупного пожара за очень короткие сроки. Усилия были брошены на предупреждение палов и пожаров. Ежедневно проводятся рейды по садовым товариществам и населенным пунктам. Специалисты разъясняют зауральцам правила пожарной безопасности и ответственность, предусмотренную законом за их нарушения. В ходе мероприятий часто выясняется, что граждане продолжают пренебрегать мерами пожарной безопасности при обращении с огнем. С 1 числа, то есть во все наши праздники, мы проводим рейды в усиленном режиме с применением квадрокоптеров. И несение службы у нас сотрудники несут, так скажем, в усиленном режиме. Штат увеличивается и постараемся охватить как можно больше территорий. В рамках профилактических мероприятий мы устанавливаем правонарушителей, кто нарушает требования пожарной безопасности. При выявлении каких-либо нарушителей мы на них составляем административный материал по статье 20.4 Кодекса административных правонарушений. Санкции по данной статье у нас следующие. По первой части на граждан у нас идет штраф до 3 тысяч, на должностных лиц до 15, на юридических лиц до 200 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 30 тысяч. По второй части данной статьи правонарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, там следующие у нас санкции. То есть на граждан у нас идет до 4 тысяч уже, на должностных лиц до 30 тысяч, на юридических лиц до 400 тысяч, на индивидуальных предпринимателей у нас идет до 40 тысяч. Сотрудники главного управления МЧС России по Курганской области обращаются к жителям региона с убедительной просьбой соблюдать требования пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима. Скосите сухую траву вокруг своего участка, утилизируйте горючие материалы, не бросайте на землю горящие спички и окурки. Следите за времяпрепровождением детей, запретите им играть со спичками и зажигалками. Посещать леса и въезжать в них на транспортных средствах, сжигать мусор, сухую траву, солому, а также разводить костры и проводить пожароопасные работы запрещено. Если вы стали свидетелем лесного или ландшафтного пожара, немедленно сообщите об этом по следующим номерам телефонов 101 и 112.